Настоящая зимняя сказка. Давай с горки. Девочки, осторожно. Я не оставлю вас в снегу. О-оу, что это было? А где же моя сестричка? Бррр, как холодно. Нужно согреться. Лалилу спасет бедняжку. Начнем с картонной коробки. Установим крышу. Вырежем окошко. Ау-оу. Поклеим обои. Упс, отклеились. Вставим оконные рамы. Постелим черепицу. Тут нужна уборка. Повсюду сено. Полно паутины. Дешево и сердито. Домик? Есть кто? Ау-оу. Какая разруха. Вот эта пурга началась. Нужно чем-то закрыть окна. Подметем. Нужно отдохнуть от безумного дня. Здесь тебе помогут. Как красиво. Если что-то понадобится, зови слуг. Мы построим для вас целый дом. Какое ведерко выберем? С золотой краской. Фу, управился. Постелим золотую черепицу. Держи плитку. Загладим стыки. Красота. Подготовим обои. Клей толстым слоем. Это тебе, приятель. Стены готовы. Установим плинтус. Ослепительная ткань. Завесим окошко. Роскошно. Подготовим резные вставки. Вырежем картины. Старинные рамы, подчеркнутых красоту. Дизайнерская мебель. Домик мечты. По графику у нас уборка. Сколько пакетов. Еле дотащила. Пора будить хозяйку. Который час? Где все? Доброе утро. Мисс, подарки от Дерека. Вот это реально доброе утро. А теперь утренние процедуры. Сделаем массаж лица. Примерите новое платье. Как я выгляжу? Стефани, позавтракаем на лужайке. Пикник на высшем уровне. Как тебе в новом доме? Лучше не бывает. Милый вазончик. Вырежем два проема. Монстрику тоже интересно. Прикрепим дверцу. Установим трубу. Состарим кистью. Печка-буржуйка обязательно согреет. Ветер распахнул окна. На улице метель. Холодно. Все в снегу. Нужно забить окна. Как же растопить это? Может, на чердаке что-то найду? Вот это находка. Печка-буржуйка. Нужны дрова? Добуду огонь. Ура, работает. Тепленько. Так гораздо лучше. Что за загадочная дама? Ложка гипса. Достаточно. Пойдет. Добавим воду. Размешаем. Нужны влажные салфетки. Сформируем платье. На голове платок. Отшлифуем фрейзером. Покроем статую золотом. Драгоценная скульптура станет центром внимания. Скульптор ждет свою музу. Здравствуйте. Доброго дня, мисс. Чего пожелаете? Хочу свою золотую копию. Материалов хватит. В самый раз. Позирую. Ну как там? Почти. Не двигайтесь. Вуаля. Готово. Это шедевр. Отнесете статую слугам? Уф. Дамочки, нужно поставить в самое видное место. Вау. Может, лучше в сад? Я отнесу. Упс. О-оу. О, катастрофа. В чем дело? Где мои руки? Эм, это последний тренд. Отсылка к классике. Так даже лучше. Всадника давно пора заменить. А в этом что-то есть. Подготовим материалы. Лали-кадабра. Надежные колесики. Покроем все позолотой. Полоски фоамирана. Обтянем козырек. Эко-мех. Постелим вовнутрь. Соберем подвеску. Какая милая лошадка. Полный сундук богатств. Главное, не потерять по пути. Стефани проезжает по заснеженному лесу. Ой, какой ветер. Лошадка спешит домой. Ничего не вижу. Что там? О нет, впереди лед. Колеса заносит. Карета опрокидывается. Стефани потеряла сознание. Ставьте лайк, чтобы девушка поскорее очнулась. Что за грохот? О, авария. Сестричка. Как ты? Слышишь меня? О, где я? Твоя карета перевернулась. Пойдем со мной. Согреешься. Травяной чай. Просто чудо. Согрелась? Теперь отдыхай. А я помогу тебе с каретой. Колесо. Ничего сложного. Найдем лошадку. Морковку. Вот умница. Поверить не могу. Ты все починила. Возьми. Скромная благодарность за спасение. Спасибо, сестричка. Лалилу, поможешь? Мне нужен трактор. Без проблем. Распилим старую машинку. Накроем фоамираном. Уменьшим колеса. Сменим цвет. Кайма по краю. Сзади плуг. Мощный транспорт. Пришла весна. Снег растаял. Моника, принимай свой заказ. Вау! За работу! Моника вспахивает огород. Осталось засеять семена. Появились первые росточки. Супер! А вот и урожай. Сколько витаминов. Набежали покупатели. Полный солд-аут. Дорогая, хочу тебя порадовать. Что там? Только не подглядывай. Сюрприз! Обычная лошадка? Но я хотела единорога. Эм, но их несущие... Придумай что-то. Лалилу без вас не справится. Мы поможем. Снимем бантики. Затонируем в розовый. Нарисуем глазки. Новая прическа. Скрутим рог из пластилина. Мастерим седло удобно и изысканно. Настоящий единорог. Милая, не расстраивайся. А вот и они. Вау, это единорог. Как я и мечтала. Теперь ты довольна? Я в восторге. Упс, отпал рог. Смотри, что это там? Где? Вернем на место. Джузеппе, ты герой. Спасибо, Лалилу. Стефани скачет верхом. Нужно ее покормить. Свежие овощи. Будешь морковку? Ням-ням. Моя прелесть. Была лошадкой, стала единорожкой. Понадобится пластилин. Слепим корпус. Ставим булавку. Проделаем отверстие для моталки. Перекрасим в красный. Нитки на месте. Швейная машинка раскроет талант мастерицы. Моника заработала немного денег. Тук-тук, к вам доставка. Мои посылочки. Спасибо. Откроем чудесные ткани. А вот и швейная машинка. Теперь я смогу сшить все, что угодно. Сошью постель и шторы. Как стало уютно. Моника, да ты талант. Это все машинка. Заглянем в сундучок. Захватим пластиковый шарик. Обрежем проволоку. Разберем колокольчик. Приклеим колечко. Выберем бусинку. Время позолоты. Пройдемся кистью. Украсим стразами. Чайник и чашки готовы. Роскошный сервиз. Стефани и Дерек устроили чаепитие. Скоро приедет сестренка. Наконец-то мы познакомимся. Откуда грохот? Это Моника едет на тракторе. Привет, ребята. Добро пожаловать. Я привезла вам свежих овощей. Песику тоже любопытно. Присаживайся. Мы ждали тебя. Ого, а тут все золотое? Почти что. Помощница. Чашечку чая. Ммм, как вкусно. О нет, Майла. Песик успел стащить капусту. Даже он не смог удержаться от твоих овощей. Героини наслаждаются полетом. Подойдите, пожалуйста. Да-да. Зона турбулентности. О нет, мы падаем. Наденьте кислородные маски. Мы разобьемся. Приветик, малышка. Тебе суждено родиться в гигабогатой семье. Подготовим палитру. Подгузник пора сменить. Пройдемся кисточкой. Малышка с детства купается в роскоши. Беременные героини в больнице. Где я? Вы в палате, не беспокойтесь. Привет, соседка. Девушке, время пришло. Моя малышка. Я так счастлива. Доченька. Меган, кружка хочет кушать. Медсестра умиляется. Куда я забрел? Это он, ловите. Роба-няня погналась за пилотом. Стой. Баночка. Перекрасим. Крафтовая бумага. Папья-маше. Подставка из деревянных шпажек. Бедная семья может позволить себе лишь такую кроватку. Бедняжка Сьюзи убирается в саду. Столько работы. Ох, милая. Баю-баюшки, баю. Тебе нужна кроватка. Отдыхай, доченька. А мама продолжит уборку. Что, детка, тебе скучно? Нужны игрушки? За работу. Мамочка смастерила погремушку. Тебе нравится. Пони, отправишься с Лалилу. Уберем одежку. Прикрепим прятки. Украсим цветочком. Что же нам попадется? Колесики. Чудесная игрушка для богатой малышки. За богатой миссией присматривает няня. Твоя любимая пони. Не нравится? Как насчет русалочки? Столько игрушек. Но малышке ничего не нравится. Не плачь. А вот и папа. Иди ко мне, милая. Смотри, что я тебе принес. Так, кажется, это кнопка. Малышка гоняет на пони по комнате. Ребенок счастлив. Родители умиляются игре, доченьки. Что создадим из картона? Еще деталь. Закроем верхней декой. Тщательно пройдемся кисточкой. Новые материалы. Нити послужат струнами. Как думаете, зрители, кто играет на гитаре? Сьюзи зарабатывает на жизнь уличными выступлениями. У вас чудесный голос. Шапочка пополняется деньгами. Ветер. Все купюры разлетелись. Ой, тележку с малышкой уносит. О нет. Стефи. О, мой гаош. Нет. Доченька спасена. Но гитара сломана. Малышка, ты в порядке? Расступитесь. Скорая забрала пострадавшую Сьюзи. Что же будет? Пациентку везут в больницу. Срочно нужен гипс на все тело. Возьмем влажные салфетки. Оставим высохнуть. Нарежем полосками. Обмотаем все тело бедняжки Сьюзи. Едем в палату. Мишель и Рэйчел пришли к бедной. Приветик. У меня плохие новости. Не может быть. О, нет. Доктор, это ошибка. Ваша подруга здесь. Мамочки пришли в палату к пострадавшей. Ох, моя доченька. Мне так жаль, дорогая. Алло, да-да, в больницу. Няня принесла новую гитару. Она шикарна. Авария очень сплотила мамочек. Какие детали захватим. Соберем штурвал. Бусинки по краю. Корпус. Дно закроем фоамираном. Установим мачту и парус. Ух ты, яхта. Драгоценный камень. Устроим прогулку морем. Гига богатая семья отдыхает на пляже. Мам, мам, хочу домой. У няни есть подарок для тебя. Ух ты, личная яхта. Я капитан. Мама отпустила малышку поплавать. О нет, акула. Девочка в опасности. Мама, помоги. Мамочка. Бегу. Няня-робот бросилась в воду. Малышка спасена. Что бы я без тебя делала? Все закончилось. Хорошо? Мандаринка. Сеточка пригодится. Снимем крышечку. Ух ты, покебол. Сменим цвет шара. Проволочкой обмотаем по центру. Скрутим каркас. Крепкая конструкция. Добавим еще декора. Кто отправится на прогулку. Богатая семья на пикнике. Где моя малышка? Я тут, папа. Смотри, это тебе. Воздушный шар. Хочешь полетать? Да, да. Как здорово. Тебе нравится, милая? Поднялся сильный ветер. О нет. Папа пытается поймать шар. Получилось. Малышка на земле. Как хорошо, что все обошлось. Давайте лучше в бадминтон. Банкомат Лалилу. Надо снять денежки. Нам пригодятся. Как много пачек. Выложим рядами. Вау, как здорово. Матрас из денег. Мамочки пришли в гости гига-богачки Мишель. Поиграй с девчонками, милая. Не случай. Мяч попал прямо под ноги. Бежим. Робот принесла. Матрас из денег. Бассейн – отличное место для игр. С матрасом плавание безопаснее. Теперь малышки могут поплавать. Дети счастливы. Девочки родились в один день. Но их ждала такая разная судьба. Бедная пара мечтает о детях. Как думаешь, может удочерим? А счастливим маленькую крошку. Решено. Пара идет за дочкой в дом малютки. Какие чудесные малыши. Семья забрала девочку Аманду. Богачка Нэнси покинула дом малютки не сама. Они тоже забрали ребенка. Сели в роскошную машину и нажали на газ. Следом вышла бедная пара. Отец Стивен подобрал плотную бумагу и смастерил конвертик для ребенка. Малышка впервые знакомится с новым домом. Теперь их трое. Ты такая красавица. А забавное родимое пятно – твоя особенность, дорогая. Можно и ко сну готовиться. А где же ей спать? Стивен придумал, как соорудить кроватку. Бедный папа – мастер на все руки. Аманду уложили в люльку и укрыли конвертиком. Нашу малышку ждет великое будущее. Для богатой крошки доступны лучшие ткани. Золотистые пайетки – дорого и роскошно. Обшиваем конверт кружевом. И украшаем фигурной короной. Богатые родители пришли домой. Развернув конверт, Нэнси обнаружила родимое пятно. Ой, что это такое? Срочно звоню доктору. Частный врач немедленно прибыла. Осмотрела малышку и расхохоталась. Не волнуйтесь, это просто родимое пятнышко. Родители успокоились. Я знала, что моя зайка здорова. Конвертик простоват. Алло, Джованни, твой дом-мод доставит малышу брендовый конверт. Что? Шьете только вечерние платья? Слышать не хочу, плачу любые деньги. Вскоре курьер уже был у дверей. Элисе достался эксклюзивный конверт. Моя детка достойна лучшего. Из косметического спонжа вырезаем мягкую фигурку. Пока не придумала, что это будет. Точно, зайка! Придаем форму ушастика. Рисуем синие глазки и смешную мордочку. Сзади хвостик из пушистого помпона. Любимые детские игрушки запоминаются на всю жизнь. Аманда может занять себя сама. Песик Тоби принес косточку похвастаться, а девочка приняла ее за игрушку. После она сложила из палок и камушков зайчика. У тебя богатое воображение. Вырастешь творческой натурой. Эх, пора купить настоящую игрушку. Сбережений нам хватит. Ура! У малышки теперь есть заяц Флаффи. После игр во дворе игрушка быстро испачкалась. Ну и что? Это любовь на всю жизнь. Аманда и Флаффи неразлучны даже в кроватке. Малышка Элиса немного подросла и уже тянется играть с деньгами и драгоценностями. Детка, мы богаты, но все же для игр должна быть игрушка. Алло, ювелирный дом? Эксклюзивный мишка с бриллиантовыми глазками? Срочно! Элиса в восторге от нового, драгоценного друга. За играми пройдет весь день. А деньги пойдут маме на новую помаду. Бедняжка Аманда выросла милым подростком. Узнаете мое родимое пятнышко? Ее наряд скромный. Ветхие лосины кое-где порвались и спачкались. Выкраиваем вверх. Серая туника подойдет. Хоть она тоже не первой носки. Длинная джинсовая накидка с кармашком поможет немного согреться. Природа одарила Аманду чудесными белокурыми волосами, которые девушка собирает в два хвостика. В мусорных баках попадается много полезного. Даже кеды сумела найти. Изношены, зато не босиком. Аманда не думает о материальном. Писать песни на любимой скамье – ее хобби. Птички-подружки своим пением вдохновляют. Даже рев мотора не помешает творить юному автору лирики. Элиса не выносит несовершенства. Подчеркнем идеальный блонд с укладкой от топ-стилистов. А из дорогого кружева шьем юбку на липучках. Больше золота. Блестящий топ с асимметричным рукавом и акцентным декором точно будет сверкать в объективах папарацци. На поясе и шее свет отражают бриллианты. Золотистые сапожки-чулки обтягивают ножки. Главное для Элисы в украшениях – их количество. Золотая девочка Элиса не сходит с таблоидов. Популярность – гарантированный билет на все премии и светские вечера. Элиса позирует для фотографов, дает интервью журналистам. Фанаты в восторге, но охрана держит их на дистанции от звезды. Внимание утомило. Телохранитель тут же уводит Элису от публики и увозит в лучший отель, где она будет отдыхать от внимания. В измятые алюминиевые банки срезаем верх и делаем дверцы. Крышечка от баночки послужит верхом. Устойчивые ножки из шпажек удержат конструкцию. Трубочка возвышается дымоходной трубой. Закрепляем ручки и окрашиваем в черный цвет. Буржуйка не раз выручала семью. Аманда собрала охапку дров и приступила к приготовлению ужина. Пускай валит дым, зато еда с огня вкуснее холодной. А вот и Роуз состарилась, но все так же мила. Скоро будем кушать, мама. Ох, как раз проголодалась. Супчик готов. В пустую коробочку укладываем холофайбер. Обшиваем атласной тканью. Стенки сверкают глиттером. Из коктейльных трубочек установим угловые опоры. На них разместится крышка из золотистого картона. Вверх установлен, осталось завесить полонкин воздушным тюлем. Добавим ажурную тесьму. Подвяжем завесы золотым шнурком. Повсюду распустились бутоны цветов. А в центре засверкала ювелирная подвеска. Роскошный полонкин для важной особы подан. Элиса бездельничает в апартаментах. Где там новый ролик Лали Лу? О, только что залили на канал. Буду первой. Как, впрочем, во всем. Госпожа Элиса, пора собираться на светский прием. Пффф, опять тусовки. Я занята отдыхом. Но мисс посол Франции лично созвал всю элиту. Ох, лень идти. Ну, разве что вы меня понесете? Раньше правителей носили с почестями. Хочу так же. Чего не сделаешь для богатых капризных леди за солидное жалование? Телохранители заносят королевский полонкин. Ну вот, можете, когда хотите. Элиса ловко взобралась и вперед гулять по-королевски. Путь был долгим. Охранники устали, и один нечаянно споткнулся. Эй, осторожнее, звезда едва не упала. Простите, не повторится. Да ну вас, спокойнее дойти пешком. Старое полотенце износилось. Нитки истрепались, но если подлатать, сойдет за скромный пледик. Наволочка из малярного скотча набита шерстью. Пара дыр присутствует, но все равно мягко. Аманда вернулась домой, когда уже стемнело. Роуз спала. Пора и мне вздремнуть. Дочка поправила маме одеяльце. Осталось расстелить матрас. Как приятно прилечь. Только зябко, девушка ворочается от холода. Роуз проснулась и укрыла дочурку своим пледом. Проснувшись, Аманда решила найти более теплый плед для мамы. Плед, супер! А это что? Подушка в комплект. Вот это улов! Девушка побежала домой. Теперь тепло будет всей семье. Окрашиваем ракетку в золото. Украшаем кристаллами Сваровский и стразами. Добавляем мерцание глиттером. Спорт требует вложений. В пластилиновые блоки установим деревянные опоры. Окрашиваем их и натягиваем сетку. Роскошный вип-корт установлен. Хобби Элисы – большой теннис. Корт пустует. Спарринг-партнер заболел. Но верный телохранитель готов заместить спортсмена. Охранник ловко владеет ракеткой. Не раз приходилось подменять. Подача – отбил. Подача – есть. Теннис – спорт для выносливых. А Элиса быстро устала. Тут уж деньги не помогут. Зато помогут стереть испарину. Фу, жарковато. Доллар вместо салфеток? Могу себе позволить. Сломалась зубная щетка – не беда. Пластиковая коробочка тоже пригодится. Опустошаем ее. Подрезаем ручку. Приклеиваем к банджу и грунтуем белым акрилом. Окрашиваем бока в желтый. Кристальные серебристые бусины настроят звук. Кусочками проволоки укрепляем каркас по бокам. Натягиваем струны. Уверены, банджу взорвет публику. Крафтовый стаканчик обрезаем по метке. Сразу мастерим поля. Неплохая шляпа. Украсим тулью ленточкой. Затонируем полусухой кистью и добавим ветхости наждачной губкой. Монетка за монеткой приумножаются скромные накопления музыканта. Аманда не пишет песни в стол, а зарабатывает ими на жизнь. Впервые буду играть на такой широкой аллее. Девушке нужно настроиться. Вот и первый слушатель. Новая песня пришлась прохожим по душе. Летят монетки, но интерес публики еще важнее. Элиса не оставила исполнительницу без внимания. Вау, она чудесно поет. Вот это пачка денег. Кто эта щедрая дама? Спасибо вам, леди. Надо же, я словно смотрюсь в зеркало. У тебя такое же родимое пятно. Это не совпадение, мы сестры. Невероятно, но разлученные девочки смогли найти друг друга в суете шумного Лолитауна.